Врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор сотен видео в интернете на канале YouTube. Десятка опубликованных книг, брошюр, научных статей. Более тысячи статей в газетах, журналах, интернете. Сегодня решил написать новое видео. И все будет хорошо, если вы знаете как правильно питаться. А правильное питание это по аппетиту или по системе? Мнений как правильно питаться множество. И один из очень спорных и обсуждаемых вопросов частота приемов пищи. Одни советуют питаться по аппетиту. Другие по системе. Причем систем много. От одно двухразового питания до питания 7-8 раз в сутки. Третьи принимают пищу при ее попадании в поле зрения. Четвертые вовсе отказываются от еды на достаточно продолжительное время. Применяя разные варианты лечебного голодания. Как в этом разобраться? И просмотрев это видео до конца. Вы узнаете, что такое аппетит и когда он возникает. Вы также узнаете, когда аппетит вас круто обманывает. И вы расплачиваетесь за это обман своим собственным здоровьем. Ну и как все-таки лучше питаться для вашего здоровья. Так что же такое аппетит и когда он возникает? А возникает аппетит, когда в крови снижается уровень всего одного показателя. Это уровень глюкозы или сахара в крови. Причем многие в питании стремятся ограничить употребление именно глюкозой. Потому как считается, что это не самый лучший продукт питания. На самом деле глюкоза самое лучшее и экологически чистое топливо для вашего организма. В результате полного окисления которого, делаю акцент на слове полные, образуются углекислый газ и вода. Угли воды углекислый газ и вода. Вместе это угольная кислота. При попадании которой в кровь, она щелк и появляется очень считающееся полезным соединение. Если уровень угольной кислоты будет относительно большой, а количество натрия в крови относительно небольшое, то частичное вытеснение одного атома водорода из этого соединения и образуется волшебное вещество. Гидрокарбонат натрия или пищевая сода, который помогает контролировать PH крови и ощелачивать кровь. Причем это самый безопасный способ ощелачивания крови и контролирования ее PH. И пока глюкозы в вашем организме в достаточном количестве, организму в принципе неплохо. Но! Фактически чувство голода свидетельствует о том, что ваша кровь пустая. И в крови не хватает даже глюкозы. Потому как смешно рассчитывать на обратное. Всего еще вдоволь. А вот одного вредного компонента уже не хватает. И ваш организм реагирует именно на вредный компонент, который многие считают вредным. На самом деле, наверное, все-таки немножко по-другому все происходит. И самый простой и естественный способ пополнения глюкозы в крови это все-таки с приемом пищи. Потому как, если вы вовремя не принимаете пищу по каким-то причинам, ваша печень вынуждена вырабатывать глюкозу из белков и жиров. Полное окисление которых не самое простое. Образуются от окисления белков фактически трупные яды, конечные продукты обмена белков. Их по-другому так называют. Ну а от полного окисления жиров образуются кетоновые тела. Тоже мягко выражаясь, не сахар, а достаточно ядовитые соединения, которые очень жестко повышают уровень эндогенной интоксикации и создают неприятные ситуации в вашем организме. Кто видел детей в ацетон-эмическом синдроме, когда при нехватке углеводов идет обильное окисление жиров, тот знает о чем я говорю. Детям мягко выражаясь плохо. И не выводить из этого состояния нельзя. А выводят одним путем или шаблонной системой сладкие воды в разных количествах. Кому-то конфета, кому-то компот, кому-то мед с водой. Несущественный способ введения глюкозы. Важно, чтобы быстро это произошло при появлении ацетона. Вернуть обмен веществ в нормальное русло. Перевести энергетику организма на преимущественное окисление углеводов. Потому как 60% энергетики здорового человека должно быть ориентировано именно на углеводы. А остальные проценты это жиры и белки. Если вы питаетесь правильно. И обмен веществ по этой причине будет происходить в вашем организме правильно. Ну а что может происходить при нехватке глюкозы? Вы узнаете прямо сейчас. Когда же ваш мозг недополучает не только глюкозу, но и другие необходимые компоненты? Изменяется его активность. Однако не специфическим образом. Да, при снижении уровня сахара в крови появляется чувство голода в разной степени выраженное. При снижении любого из примерно 500 необходимых вам компонентов очень сложно определить реакцию вашего мозга на конкретный компонент. Найти связь с недостатком одного из этих примерно 500 компонентов. А тем более сложно вычислить, если будет произвольная комбинация недостаток двух-трех компонентов и более. Кто знаком с математикой, напишите в комментариях количество возможных вариантов. Если из 500 компонентов недостаток двух, произвольный трех, а может и больше. И в лучшем случае для вас появляется патологическая потребность в каком-то одном продукте питания. Но абсолютно не факт, что этот продукт питания реально может компенсировать этот недостаток. Очень рельефно, очень ярко это проявляется при предминструальном синдроме. Когда вследствие определенных гормональных изменений мозг женщины недополучает какие-то компоненты. Плохо и самой женщине, потому как мозг не понимает, почему его лишили какого-то компонента или каких-то компонентов. Ну и плохо окружению этой женщины. Потому что они не понимают, почему изменилось поведение женщины. А изменилось все очень просто. Мозгу нужны 500 компонентов не в будущем, а в реальном времени. Конечно, если ваш мозг не обманулся и вы съели именно то, что ему не хватало, все быстро восстанавливается. Активность восстанавливается и все реакции становятся приемлемыми. А вот если ваш мозг продолжает находиться в активном поиске, тогда может стремиться снизить свою активность до состояния снижения работоспособности. Если потребность мозга не удовлетворена, активность снижается дальше, до уровня депрессии. В этих случаях все не так просто. Усиливать активность антидепрессантами или иными средствами, стимулирующими работу мозга, возвращающего его в тот уровень активности, который вы хотите, опасно еще более значительной депрессией. Или развитием на этом фоне более значительных психических отклонений. Потому как каждый продукт питания несет в себе определенную пищевую ценность, про которую вы можете больше узнать из справочников по диетологии. Но! Очень многое меняется в зависимости от способа приготовления. Комбинации нескольких продуктов питания в одном приеме пищи, в одном блюде на протяжении суток. Но и это не все! Не все сложности, которые может испытывать ваш организм на протяжении своей жизни. Однако эти кулинарные особенности далеко не единственные. На протяжении жизни меняется способность вашей пищеварительной системы переваривать пищу. А также ее отдельные компоненты и многочисленные комбинации. Как правило, способности вашего организма постепенно снижаются. Это означает, что пищевая ценность большинства продуктов питания, накопленными с возрастами заболеваниями, для вас не просто снижается, а извращается. Ваша пищеварительная система из какого-то продукта питания или из блюда может полноценно переварить только отдельные компоненты. И полноценность такого питания под громадным вопросом. А также с возрастом снижается способность печени перерабатывать продукты питания в необходимые именно вам. Есть статистика. После 60 лет способность печени снижается в два раза. И люди в возрасте после 60 лет, которые не занимались своей печенью, в случае приема медикаментов дозу должны уменьшать в два раза. Потому как реальная доза будет иная, чем та, которая прописана в справочнике. А соответственно побочные явления и ожидаемый результат будут иной. А печень должна с возрастом и в любое время, в режиме реального времени, отсекать также привнесенные современной экологией химические вещества. Либо современными способами выращивания, хранения. Очень часто для того, чтобы продукт хранился подольше, чтобы можно было его продать доброкачественным, ему сообщают различные свойства, не всегда полезные для вашего организма. И со всем этим добром должна успевать справляться ваша печень. С возрастом также снижается и способность вашей сердечно-сосудистой системы вовремя транспортировать к месту работы нужные компоненты. Снижается как насосная функция сердца, так и пропускная способность сосудов. Это тоже важно учитывать. Есть очень простой тест. У меня есть несколько видео как стать миллионером. Одно из них просмотрите. Там обозначен тест Купера. И другие способы оценить способности вашей сердечно-сосудистой системы и ваш биологический возраст по этому показателю. Он имеет кардинальное значение для здоровья каждого человека. И это тоже важно знать. Но и это далеко не все. Вот когда в результате такого вынужденного голодания от разных причин. А причины могут быть как полное отсутствие продуктов питания какое-то время в рационе. Так и какая-то ограничительная диета, когда отдельных компонентов не хватает. Но это касается диетологии больше. А медицина включается, когда нарушается работа пищеварительной системы и не способна ваша пищеварительная система что-то полноценно переварить и доставить вам. Либо печень уже не выполняет те функции, не может превратить продукты пищеварения в необходимые для ваших клеток. Либо сердечно-сосудистая система уже не способна полноценно доставлять даже правильно переваренные компоненты пищи на клеточный уровень и поддерживать нормальный обмен веществ. Либо вы попали под действие стрессового фактора, который в принципе извратил все эти процессы в вашем организме. Обеспечивая одну реакцию, реакцию выживания. Стресс это обеспечение реакции убегай от опасности или догоняй еду. Если этого не состоялось, все организм погиб. Поэтому в стрессе не важно ни очищение вашего организма, ни правоценное питание. Там выжить нужно. И в этих условиях, где-то на клеточном уровне, не в нашем районе, многие считают где-то это у кого-то, у соседа, но не у вас лично, безусловно гибнут клетки. В органах естественно развиваются вначале дистрофические, диск нарушения, трофика питания. Понятно. А затем и атрофические процессы. А отсутствие. Погибшим клеткам питание уже не нужно. Понятно. Мертвые пчелы, как кажут, не гудуть. На русском языке мертвые пчелы не гудят. А оставшимся еще сложнее работать. Поэтому каким выполнять выжившим в таких условиях клеткам, выполнять нужно работу не только за себя, но и за соседа, которого уже нет. Поэтому с возрастом органам нужно, организм нужно переводить не на ограничительные диеты, а на усиленное питание. Забыть нужно ограничительные диеты. А часто бывает, что аппетит вас круто обманывает. Когда же аппетит вас круто обманывает? Ну, одних аппетит обманывает слишком часто появляется. Вернее, в этом случае он вас не обманывает. Вы сами идете у него на поводу. В этом случае аппетит появляется, как обычно, при снижении уровня сахара в крови. Однако аппетит снижается минут через 10-15 после начала приема пищи. А за это время, неправильно питаясь, можно успеть многое наесть. Результат – это самый простой, комфортный способ попасть в ожирение. Да, вам вкусно, вы употребляете много вкусной еды и попадаете в не самую простую проблему. За которой, как тени, следует переход ветосуистодистонии в гипертоническую болезнь. Развивается сахарный диабет и атерослероз сосудов. Подалгра и артроз суставов. И несущественно у вас в печени жировой гепатоз при этом или стеатогепатит. Обмен веществ очень сложно поддерживать в вашем организме на нормальном уровне. Обеспечивая всем необходимым все работающие клетки. Потому как в этих случаях жестко нарушается и обмен белков, и обмен жиров, и обмен углеводов. А за ними следует нарушение обмена витаминов, макро, микроэлементов. И разваливается весь ваш организм. Пока вы все-таки не наладите себе правильное питание. Не восстановите или хотя бы не улучшите работу метаболического мозга в вашем организме. Это печени. Уменьшив явление жирового гепатоза или скомпенсировав обменные нарушения в вашем организме. Усилением работы печени. Но этот обман не самый простой и не самый опасный. Хотя на этом фоне развивается метаболический синдром или смертельный квартет. Такие видео тоже есть на моем канале. Вы можете их просмотреть в любое удобное для вас время. Других аппетит обманывает, появляясь слишком редко, либо вовсе не посещая. В этом случае, как правило, ваш организм как основное топливо уже используют жиры. А это более серьезная нагрузка токсичными веществами на ваш организм. И сложности с контролем PH крови. О котором я сказал ранее. А также присутствует атерослероз сосудов на этом фоне. Что очень нехорошо. Его проще предупреждать, чем лечить. Лучший вариант, если причина отсутствия аппетита или его снижения, это какая-либо интоксикация. Правильным питанием и лечением можно одновременно избавиться и от лишних токсинов и улучшить аппетит. Но в любом случае, уменьшение, извращение, отсутствие аппетита всегда считалось неблооприятным симптомом. А вот появление аппетита признаком выздоровления. И просмотрев дальше, вы узнаете, как же все-таки правильно питаться для вашего здоровья. По аппетиту, либо по системе. Как же лучше питаться для вашего здоровья? Учитывая множество переменных, изменяющих значение продуктов питания для вас лично. Я бы советовал питаться все же по системе. В которой, если не проводить обследование, важен порядок. Здесь хорошее выражение. Порядок бьет класс. Конечно, если вы довели свой организм на состояние острый панкреатит. Самая лучшая система питания для вас в этом периоде жизни – так называемое лечебное голодание. Просто прием любой пищи, а особенно супер здоровой, то есть в сыром виде, может крайне плохо для вас закончиться. Также лечебное голодание показано, если у вас не хватает сил принимать пищу естественным путем. Обычно человек находится в таком состоянии в реанимации на парантеральном питании. Он тоже принимает пищу, но внутривенно. И не следует приводить в пример диких или домашних животных. Которые в случае болезни также отказываются от приема пищи. Домашние животные из такого состояния чаще всего выходят с помощью ветеринара. Но если лечение народными средствами в домашних условиях не слишком затянулось. И есть еще шансы помочь. Ну а дикие животные становятся обычно легкой добычей микроорганизмов. Ну либо хищников. Сложно предположить, что в таком состоянии они способны быстро восстановиться. И избежать встречи с мелкими, либо более крупными хищниками. В иных случаях даже самая слабая пищеварительность тема станет работать лучше. Вернее лучше будет выполнять свои функции, если перед ней ставить небольшие, но исполнимые задачи. Иными словами, уменьшая порцию пищи и упрощая состав отдельных блюд. Вы создаете условия для более полноценного переваривания пищи. То есть пример из жизни, если вы хотите стать олимпийским чемпионом по бегу. Да, вы знаете с какой скоростью вы должны пробежать. Но с какой скоростью вы можете пробежать сегодня. И чтобы дойти до того результата и быстрее всех пробежать какую-то дистанцию, вы должны тренироваться. Вот точно так же вы должны тренировать свою пищеварительную систему с того уровня, на которой вы сейчас находитесь. Вернее она на каком находится, вернее до какого уровня нездоровья вы ее сами довели. Если прием пищи будет происходить в стабильное время, это дополнительный фактор для улучшения ее переваривания. Иными словами, если вы работаете в первую смену, то лучше работайте в первую смену. Если во вторую, то работайте только во вторую. Если вы будете постоянно перебегать со смены на смену, то есть менять режим питания, у вас не получится полноценно работать. Потому как, меняя время рабочее, вы фактически вынуждаете свой организм подстраиваться под иные условия обеспечения вашей жизнедеятельности. В конце концов, такие резкие перемены вызовут вегетативные нарушения в вашем организме. И как минимум ВСД и депрессия будут более-менее постоянными спутниками в вашей жизни. А вот если пища еще будет и вкусная, ваша пищеварительная система выдаст вам еще более активный пищеварительный сок. То есть, если ваша жизнь, иными словами, пресная, вы знаете, работа-дом, 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 по дороге там магазин, а в доме там туалет, ванна, кровать, кухня, телевизор. Все. Разнообразие нужно вносить в свою жизнь. Тогда и пищеварительная система будет работать у вас лучше. Учитывая потребность еще и в калориях, потому как для обеспечения любого вида активности, начиная со строгого постельного режима и более активного образа жизни, вам нужно определенное количество калорий. Поэтому нужно либо уменьшать затраты энергии, занимаясь медитацией, но лучше медитировать все-таки в летний период года, чтобы просто не замерзнуть, либо не простудиться. Либо, не изменяя свой образ жизни, в соответствии с уменьшением порции, увеличивать частоту приемов пищи. Вот частота приемов пищи от трех раз для мужчин и от четырех раз для женщин, одновременно улучшает и работу печени. Вернее, не мешает ей более эффективно работать. А напомню, основные результаты ее работы это очищение крови в вашем организме и очищение вашего организма в целом. А также переработка продуктов переваяния пищи в нужные для вашего организма, для каждой его клетки в режиме реального времени. Чтобы не было ни дистрофических процессов, ни тем более атрофических процессов в различных органах и тканях. И тогда все будет реально хорошо. В каких условиях еще самостоятельно может снижаться аппетит в летнюю жару? Знаете почему? Просто в жару вам энергия как таковая не нужна. Вам нужны средства для охлаждения организма. А пища, так или иначе принося вам энергию, способствует его нагреванию. Именно потому в летнюю жару либо в странах, где часто такие условия возникают, люди и питаются редко. А основное время используют жидкость в разных видах. То ли воду в чистом виде, то ли соки, компоты, то ли еда заменяется сочными фруктами, содержащими в основном воду для охлаждения и в меньшей степени белки, жиры и углеводы для нагревания своего организма. Поэтому такое питание в условиях летней жары, да оно правильное. Оно, как правило, низкокалорийное, может быть редким, но обязательно должно содержать минимум жиров, которые приносят с собой слишком много калорий. И безусловно исключается алкоголь, который чуть меньше содержит калорий, чем жиры. Жиры дают, напомню вам, более 9 килокалорий на 1 грамм, а алкоголь около 7. Белки и углеводы дают чуть больше 4. Именно поэтому в этих условиях такое питание и считается полноценным, сбалансированным, обеспечивающим не просто жизнь, а выживание в этих достаточно экстремальных условиях. Если же принять во внимание, что с возрастом обычно снижается и способность сердечно-сосудистой системы обеспечивать циркуляцию крови и снабжение всех органов и тканей нужными компонентами, а также удалением от клеток продуктов жизнедеятельности или конечных продуктов обмена веществ, то частоту приемов пищи можно было бы увеличить до 7-8 раз в сутки. Или снизить энерготраты на протяжении дня. Уладим в отношении со стрессовыми факторами. Но в любом случае, появление аппетита свидетельствует о том, что ваш организм находится в состоянии голодания. Причем не хватает самого простого компонента глюкозы. Поэтому я бы советовал до сильного чувства голода свой организм все-таки не доводить, а принимать пищу соблаговременно. Желательно еще до появления аппетита. Тем более, что вкусная и ароматная пища это одно из удовольствий в этой жизни, сознательно лишая себя которых, вы не все получаете от этой жизни или в этой жизни. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, каким способом поставить лайк, подписаться на канал или не подписаться. Я бы советовал подписаться. Более 600 видео на моем канале есть на разные темы здоровья. И пока вы думаете, что делать, я также подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. До новых встреч на моем канале.